И нам за это ничего не было, знаете, есть очень такая популярная была в Советском Союзе просьба в молодости, да, я помню, просьба, тост, пожелание, благословение было такое. Выпивали. Так давайте же выпьем, чтобы у нас все было, и нам за это ничего не было. И чтобы у нас все было, и нам за это ничего не было, нужно, чтобы все было у нас по-правильному, по-честному. Если нам все приходит по-правильному, по-честному, так тогда нам за это ничего не будет. Понятно? То есть очень все в жизни просто, или приходит не по-честному, и потом надо расплачиваться, или приходит по-честному, но тогда надо за это вначале заплатить, постараться. И вот самая приятная, самая приятная оплата за все хорошее, что есть в жизни, это изучение Тора и выполнение заповедей. Потому что тут, это же, ну, это же как отлично. Мы сидим возле каждой, в хороших, я надеюсь, условиях, чтобы с Божьей помощью у всех были хорошие условия жизни. Значит, сидим в хороших условиях. В любом случае, мы сейчас сидим в условиях лучше, чем когда-то царь Давид сидел. Значит, и изучаем Тору, изучаем Тору приятно, хорошо. Вот, сегодня второй день главы Итро. Ну, значит, когда Всевышний сделал для еврейского народа чудеса и вывел из Египта, то Итро услышал про эти чудеса и пришел. Я слышал объяснение, а как он услышал? Не было же тогда интернета, не было у него возможности прийти. Ну, как он узнал? И, значит, есть в Усной Торе предание, что когда раступилось море, когда было раступление моря, то в это время вся вода в мире раступилась. То есть, представьте, женщина варит суп, и у нее, значит, вода уходит и падает вовнутрь, то есть, пустое место остается. То есть, вся вода разделилась на части. Человек лежит в ванной, у него, оп, он на земле лежит. Представляете? И Итро увидел, что это произошло. Потом, конечно, все начинают спрашивать. И так очень быстро разносились все эти новости. Вот, например, сегодня, я думаю, что большинство, кто нас слушает, знает, что в Турции было землетрясение. Давайте проверим. Кто знает, что в Турции было землетрясение? Я думаю, что большинство знает, да? То есть, все вот такие вот необычные новости, они распространяются необычайно быстро. Сегодня ночью в Турции было землетрясение. И вот Итро пришел к Машарабейну, они пообщались. Итро принял, прошел Ди-Юр, принял иудаизм. Значит, желаем, кстати, всем, кто пострадал и от землетрясения, и от войны, и всем, кто сейчас находится в состоянии страдания, болезни, чтобы Всевышний дал им полное выздоровление, дал силы, дал силы организму выздороветь. И все, кто нуждается в полном выздоровлении, чтобы выздоровели. Значит, ну еще раз напомню, смотрите, да, что Всевышний, вот как мы его понимаем, то есть надо понимать, что это как царь такой, да, он опасный, он опасный. То есть он, это как, это хозяин мира, царь, царь царей. Поэтому к Всевышнему надо относиться, с одной стороны, должно быть страх нарушить его волю, а с другой стороны, любовь, и вместе это называется почет, уважение. Когда ты человека и боишься, ну кого-то, ты и боишься, и любишь, это называется уважение. Вот Всевышнему надо относиться с огромным, с огромным уважением, потому что чуть что, значит, и все, может. То есть это очень такой момент, вот как человеку обрадоваться, знаете, как человеку обрадоваться. Вот представьте, что там кому-то приходит анализ, что у него какое-то неизлечимое заболевание, осталось ему жить там пару месяцев в страшных мучениях. И он такой, все вообще кошмар, что делать, как жить, как быть. И сразу после этого, через час приходит письмо, что это была ошибка, что извиняется перед ним врач, и не те анализы, и все, и в общем полная ошибка, он здоров. И как этот человек будет радоваться второму письму? У него ничего не изменилось в жизни. Значит, у него пришло письмо, что он болен, потом пришло письмо, что нет, это ошибка была. Но он уже будет своему обычному состоянию радоваться, прыгать до потолка от радости. И вот очень важно на этом делать акцент в жизни, да, что ценить каждое мгновение и быть благодарным Всевышнему за то, что вот в данный момент все хорошо. Но при этом Тора нам говорит, что нужно опасаться. Как царь Славоныч и в Мишле притчат, что и рад, ашем, страх перед Богом, решит дат. Это основа познания. Хохмал мусар и велим базу. Божественную мудрость и моральную дисциплину, скептики, они пренебрегают. Они не будут как бы ограничивать себя ни в чем, да, они сомневаются. А от страха они скажут, не, а вдруг действительно, вдруг, вот действительно же, мой завтрашний день зависит от того, сколько я сегодня делаю добра. И тогда человек, если он понимает, что, ну, то, что он здоров, это уже нес, это чудо. То, что он жив, здоров, есть еда, это надо ценить. Это уже, вау, как бы вообще повезло. Если это, это то, что хорошо, это повезло, ты боишься, начинаешь тогда бояться это потерять. И ты начинаешь соблюдать заповеди. Вот это вот путь к божественной мудрости. Хорошо, и Тро пришел к Машарабейну, пришел, принял Диур, и все. Начинается второй отрывок. «И было на завтра, и сидел Муше, и судил народ, и стоял народ над Муше с утра и до вечера». Значит, говорит нам Усная Тора, что, что значит он на завтра. Что значит «и было на завтра, и сидел Муше». На какое завтра? Значит, Усная Тора нам говорит, что это было после Йом-Типура. То есть, было, когда Машарабейну поднялся на гору Синай, и спустился он через 40 дней со скрижалями. В это время, через 40 дней после того, как он поднялся на гору, уже сделали золотого тельца. И он спустился, разбил скрижали. Поднялся второй раз на 40 дней, и потом он поднялся третий раз на 40 дней. И вот получается так, что, значит, первый раз он поднялся на 40 дней, это был месяц Сиван. Значит, второй раз, в общем, получается так, что это было после Йом-Типура, когда Всевышний простил и врезся народ, он спустился и сидел после этого, судил народ. Теперь, что он их судил? Что значит «он судил народ»? И почему они все вокруг него собрались? И увидел тесть Моше, значит, все, что это он делает народу, что Машарабейну делает народу, и сказал, что это, говорит, за такое тут творится, что ты делаешь народу? «Почему ты сидишь один, а весь народ стоит над тобой с утра до вечера?» И Тро, который был человек опытный, он был священник такой, как Папа Римский того времени, да? Он Машарабейну видит, сидит Машарабейну, вокруг него стоит тысяча человек, и он, значит, им отвечает на вопросы. Говорит Амустная Тора, половина стояли, у них были вопросы, а половина из ответов Машарабейну учили Тору, понимали, как Всевышний, в какой ситуации, говорит, делать, не делать. То есть, приходили по двум вопросам, и вообще у людей есть два вопроса, это очень интересный комментарий. Значит, первый главный вопрос людей, это Пугачева пела когда-то песню, «Ну что сказать, ну что сказать, устроены так люди, желают знать, желают знать, желают знать, что будет». То есть, люди это всегда были, вот начиная с этого времени, приходят к Машарабейну и говорят, что будет? Маше, вот мы вышли из Египта, а дальше что будет? А что со мной будет? А куда мне, как мне вообще жизнь свою строить? Это первый вопрос, с которым приходили к Машарабейну все, и приходили потом к пророкам. Это было очень удобно, ты приходишь к пророку, и пророк, и спрашиваешь, скажи, пожалуйста, уважаемый пророк, вот в каком мне институт идти? Пророк говорит, тебе в медицинстве, это твоя, а тебе, значит, в сельскохозяйственной, ты агроном. А ты, значит, тебе, говорит, лучше никуда не идти, иди, сиди дома вообще. То есть, тебе надо медитировать, и ты поднимешься на высокий уровень духовности. То есть, люди спрашивают у пророков, что будет дальше, то есть, помощь в принятии решений на будущее. Второе, зачем идут люди к пророкам, к судям. Например, там, например, Александр и Владиана. Они, значит, купили вместе поле. Купили они вместе поле, и, значит, пополам они купили поле, и потом посеяли они на этом поле урожай, и пол поля сгорело. А пол осталось. Приходит Владиана и говорит Александру, Александр, знаешь, мы же поле вместе купили, он говорит, вместе. Она говорит, ну, ты знаешь, у меня к тебе неприятная новость, твоя половина сгорела. Он говорит, а что моя сгорела? Может, твоя сгорела? А может, это наша общая половина сгорела, вторая половина, значит, она осталась у нас на двоих. А Владиана говорит, Левицкая, не-не-не, говорит, это однозначно, потому что я, когда поле мы покупали, я вот для себя решила, что слева это моя часть, а справа твоя. Он говорит, ну, мало ли, ты решила документы. В общем, люди спорят между собой по разным вопросам, по деньгам, по, например, забор, стоит забор, да, между соседями, забор упал, упал забор. Один говорит, ну, что, сосед, нам надо забор ставить. А второй говорит, а что нам надо? Мне вообще не надо, мне без забора лучше, мне вид хороший, мне скрывать нечего. Тебе нужен забор, ты ставь. Вопрос? Вопрос. И все собрались к Маше Рабейну с разными вопросами такими, да? Значит, а Итройму говорит, зачем ты сидишь с утра до ночи? И сказал Муше своему тестю, киявой лай, потому что приходит ко мне народ, ледроша лаим, приходит народ спрашивать всесильного. Они хотели уже, как Бог скажет, не так, что, как тебе кажется. Вот вчера у меня был один человек, ну, такой он, помогает в Аикре, один из спонсоров Аикра. И мы с ним долго разговаривали, и он говорит такую вещь. Он говорит, вот я не понимаю вас религиозных таких, которые сильно религиозные. Зачем вы идете все время спрашиваете раввинов, да, что делать? Что у вас, своего мнения нет? А я ему говорю, смотри, если я полагаюсь на свое мнение, то, просто на свое мнение, то я не знаю, это же, мне кажется, что это мое мнение. А это набор каких-то сиюминутных желаний, каких-то из опыта, каких-то событий. То есть у меня очень такое, калейдоскоп внутри, да, при принятии решений. И наоборот, это мое решение, искреннее мое решение передать решение раввину, который мне посоветуют с точки зрения Торы, и у которого нет моих внутренних сомнений. Это, я говорю, вот это и есть главный выбор, это решение. Это не то, что я с себя снимаю ответственность за решение. Я, наоборот, беру на себя ответственность, это я принимаю решение, передать вот в сложных ситуациях решение на то, чтобы услышать, что говорит Тора. И получается так, ему шарабыну говорить, люди пришли ко мне, ледрош и лоим, они пришли спрашивать всесильного. И в бытовых вопросах они хотят понять, а как по Торе, что Бог скажет, кому поле принадлежит, Владлене или Александру. И как делить дальше, или забор кто должен строить, непонятно. То есть если это их забор соседский, так что? То есть это все вопросы, которые в Торе они указаны. То есть Всевышний, когда он сказал не воруй, или там он сказал не грабь, он точно разъяснил, где лежит граница между ограбил и украл, а где нет. И как можно, как нельзя, что делать, что не делать и так далее. Просто мы этого не знаем, а люди, которые все время учат Тору, они знают. А Машерабейну это знал от Всевышнего. Когда будет у вас какой-то вопрос, говорит Машерабейну, приходите ко мне, и я буду судить между человеком и ближним его. То есть не то, что Машерабейну сказал, делай так, делай так. Он объяснил, смотри. Значит, если поле вы покупали, там целые есть три огромных тома Талмуда, которые называются ущербы. Которые разбирают все виды человеческих взаимоотношений в бизнесе. Начинается, я помню, второй том начинается Баба Мецея. Если у человека, значит, два человека нашли Талит. И оба держат этот Талит, ну одежда такая, да. И пришли они к судям. Один говорит, я нашел. Второй говорит, это я нашел. Один говорит, это весь Талит мой. Второй говорит, это весь Талит мой. Значит, что делать в этой ситуации? То есть, если один держит, а второй говорит, что он забрал мой Талит, тогда тот, который забирает, тот, который хочет доказать, что это его вещь, на нем доказательство, он должен доказывать. То есть, если я подойду и скажу, например, скажу, что Леся Стрелецкая у меня забрала телефон, то я должен доказать. Не Леся должна доказывать, что это ее телефон, а я должен доказать, что ее телефон это мой. То есть тот, кто хочет забрать у человека, он должен доказать, что это на нем доказательство, что это его вещь. В общем, там целая-целая система такая есть. И Моше Рабейну говорит, когда они ко мне приходят, что мы не просто я говорю, какой суд здесь, а я конкретно говорю, какой суд и объясняю, почему. Это Тора, учение Всевышнего. И сказал тесть Моше ему. Нехорошо то, что ты делаешь, сказал Итро. Навольки боль, гамата гамам. То есть ты устанешь и народ устанет, потому что их же 600 тысяч, а ты один. Как можно? Тиковек миха давар. Очень тяжелая эта вещь, которую ты взвалил на себя. Не сможешь ты сделать это один. И теперь он написывает, какая должна власть. Вот теперь смотрите, можно прям записать, на следующие выборы пойдете, сверяйтесь с этим списком. Ата шмабекули, сказал ему Итро. Теперь послушай мой голос. Яцха веи элуим и мох. Я тебе сейчас посоветую, а Всесильный будет с тобой. Он говорит, я тебя уверяю, Всесильный подтвердит мой совет. Это как раз ответ, почему есть какие-то вещи в других системах, которые похожи на Тору. Потому что человек, вот Исаак Ньютон открыл закон, например, всемирного тяготения. Открыл. А мог его открыть, если бы Исаак Ньютон не открыл, мог его открыть какой-нибудь другой Исаак или какой-нибудь другой Ньютон? Мог. Потому что закон он и есть. И за этим законом просто нужно было бы пронаблюдать, что-то там подумать. И можно было бы догадаться до этого закона. То есть мог любой догадаться, кроме, не только Исаак Ньютон. И мудрость, она есть у народов мира. У всех есть одна и та же мудрость. То есть увидеть и догадаться, и понять, как работает мир, может любой. Но в чем разница между Торой и вот этим взглядом? Тора была дана сверху. Это как чертеж от того, кто создал мир. То есть и он, если ты снизу наблюдаешь, как устроена какая-то вещь, что ты можешь ошибиться, ты можешь предположить что-то, ты можешь легко ошибиться. Теперь, но если у тебя есть полностью чертежи того, кто эту вещь спроектировал и сделал, то там ошибки быть не может. Поэтому Тора, она тем и отличается от других систем, что это проект мироздания от того, кто это мироздание сотворил, который был получен через пророков. И потом мудрецы, когда пророчество исчезло, они это знание продолжали изучать, 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 изучать. И Талмуд это уже полный расклад, как работает весь этот мир. Теперь Итру ему говорит. Я говорю тебе дам совет сейчас, и будет всесильный с тобой. Он подтвердит. Ты не волнуйся, Машарабейну. Это не то, что я от себя тебе нанесу. И ты будешь продолжать стоять между народом и всесильным. И, значит, ты будешь переносить те слова, которые говорит тебе всесильный народу. А то, что нужно передать всесильному от имени народа, ты будешь передавать. Все, ты передатчик между всесильным, между Богом и народом. Значит, вы из Гарта, Эт Эм, Эт Хутим, Вет, Ат Рот. И ты будешь им сообщать постановление Всевышнего. Постановление это то, что мы не можем понять логикой. Это приказ... Всевышний так сказал, вот так оно, все. Нет объяснения жертвоприношения. Мы не знаем, почему нужно приносить жертвы именно такие, именно так, именно тогда. Не знаем, это постановление. Мы не знаем, Шаббат. Это можно рассказывать, что нет, это день отдыха, день отдыха нужен. Не факт, почему каждый седьмой день, почему не каждый пятый или не каждый второй день. Можно день работать, день отдыхать, день работать, день отдыхать, если день отдыха нужен. Но вот эти вот законы Всевышний установил Хутим, это постановление. Теперь и говорит Итро, ты будешь стоять между всесильным и народом, и ты будешь народу сообщать вот эти постановления в этот род. И Тора это учение, объяснение, понимание и так далее. И ты им сообщишь путь, по которому они будут идти. И те дела, которые они будут делать. То есть ты их также научишь, какие качества характера должны быть у человека и так далее. То есть ты их будешь обучать то, что Бог от них хочет. Но судить, говорит Итро, тебе не надо. Между людьми за это поле, за это все. Он говорит, вата, ты, хэзэ, меколя, а ты выбери. Причем написано не увить, а хазон это как такой божественным духом, пророчеством. Таким как бы духовным рентгеном. Ты посмотри на народ и выбери себе доблестных людей. И дальше идет двоеточие. Как бы, да, в Торе нет двоеточий, но как бы мы понимаем. Кто такой доблестный человек? Значит, первое качество, которое важно для доблестного человека, это Итро ему советовал, как выбирать судей, которые будут судить народ в их практических делах. Первое качество доблестного человека, суди, который может судить народ, это Ирей Иллюим. Боящийся Бога. Значит, почему именно боящийся Бога? Вот смотрите, возьмем человека, который Бога не боится. Значит, он говорит, нет никакого Бога, все. Значит, кто для него высший авторитет в этом случае? Он сам. Бога нет, значит, кому я служу? Себе. Если он служит себе, тут много вопросов, то есть он будет ради своей выгоды, ради своего какого-то там убеждения, он может все, что угодно сделать. Его не останавливает никакая система. Только страх перед Богом, который заставит его, даже когда его никто не видит, даже когда это идет против его каких-то интересов, заставит его поступать честно. Теперь дальше. Первое качество для судей, это чтобы он боялся Бога. Второе качество аншей эмет. Люди истины, люди правды. Значит, вот человек боится Бога, но он не человек правды. Что значит человек правды? Тут есть очень вот объяснение такое, знаете. Вот, например, есть люди, которые видят других насквозь, да? То есть они видят, можно их назвать хитрые, можно их назвать опытные, можно их назвать такие бывалые, да? Но они вот эти вот опытные, хитрые, бывалые люди, они видят где правда, где ложь. У них есть какой-то уже внутренний радар. А есть люди, которые, они очень хорошие, они очень добрые, они боятся Бога. Но они такие очень односложные, ну, наивные. Вот есть такое слово, вы говорите, там, наивные. Вот человек там, наивный, он не может быть судьей. Судьей должен быть человек истинный, который видит эту истину, которая разбирается. Он должен бояться Бога. То есть у него должна быть четкая система координат, что такое добро, что такое зло, которое он никак из-за своего страха не нарушит. И он должен быть человеком истинный. И третье качество, очень удивительное для судей, вы знаете, вот по этому качеству, я думаю, что большинство современных судей не прошли бы вот эту вот у Итро комиссию. Знаете, как, если бы Итро и Машарбен их брали бы на комиссию, они бы не прошли. Третье качество называется Соней Бетса, ненавидящие наживу. Я в нашем поколении, я не помню, ну, может быть, есть, наверняка есть какие-то люди, которые ненавидят наживу. Но я помню еще то поколение, которое было там Гольда Мэр, Бен Гурион, вот эти все основатели Израиля, они были такие социалисты, которые Гольда Мэр, я лично встречал человека, который был ее охранник, он говорит, она жила вот в двухкомнатной квартирке, кухня, и она мне каждый вечер сама лично делала бутерброд и чай, охраннику на кухне. То есть она была Гольда Мэр, она была премьер-министр Израиля, но у нее не было никакого имущества. Она жила в вот такой маленькой квартирке, на кухне у нее были все эти собрания. То есть раньше руководители государства, они были, Суней Беца, они ненавидели наживу, то есть они были идеалистами такими, да. И вот он говорит, для судьи это очень важно, потому что если он любит наживу, его по-любому подкупят. То есть тут это обязательно, да, то есть, ну, даже в Талмуде разбирается такой момент, что один был судья, Раби Йоханан, и у него был арендатор, который этот арендатор ему, значит, приносил, он ему давал поле в аренду, этот арендатор приносил ему каждый, там, каждый, по-моему, не помню, среду, например, да, он ему приносил за неделю деньги, арендную плату. И как-то ему арендатор говорит, вы знаете, я вам в следующую неделю принесу не в среду, а в понедельник деньги, да, заранее, потому что у меня есть суд там с человеком, я как раз, этот Раби Йоханан был судья, я к вам приду на суд, и, значит, ну, как раз по понедельникам суд, и вы нам скажете, кто из нас прав, кто виноват. Раби Йоханан ему говорит, знаешь, говорит, я не буду тебя судить, я не могу тебя судить. Он говорит, почему? Потому что ты, ты же мне аренду платишь. Он говорит, так я же вам плачу аренду, все по-честному, ну, плачу аренду, чего? Почему вы должны ко мне лучше относиться? Он говорит, нет, ты же мне на два дня раньше принесешь аренду. А если ты мне на два дня раньше принесешь аренду, я уже не смогу тебя честно судить. То есть это по-любому. И, значит, он сказал, тебя будет судить другой судья, чтобы было все честно. И когда Раби Йоханан подошел к дверям суда и слушал судебное заседание, и написано в Талмуде, он каждый раз, когда его арендатор что-то говорил, он говорит, красиво сказал, молодец, вот тут вот правильно. То есть и он, как бы, Талмуд говорит, что даже, даже это не была взятка, это его были честные деньги Раби Йоханан, да, это аренда, но они все равно меняют взгляд человека. Как царь Соломон в Мишле, он сказал, какой есть там отрывок, В общем, перевод там такой, что как драгоценный камень взятка в руках хозяина, куда она повернет, туда человек и пойдет. То есть взятка, она меняет прям восприятие. Меняет восприятие, чтобы было понятно, я сегодня что-то затянул, давайте последнее вот про взятку-то расскажу, как один там парень решил жениться на девушке Чукче. И он, значит, решил жениться на девушке Чукче, вся его семья была против. Ну, он говорит, нет, желание мое бесповоротное, значит все. Приезжают они на свадьбу, собрались Чукче, этот самый, у них шатер, а приехали все его родственники, такие прям все профессора, интеллектуалы, все, приехали, сидят они там, подают оленину, встает там дядя-невеста и говорит, вы знаете, я дядя-невеста, я дарю ей 10 тысяч оленей в приданное. Встает там другой ее родственник Чукче и говорит, а я дарю ей золотой приз, этот золотой приз в приданное. А третий встает, а я дарю нефтяную вышку. Сидит, значит, мама этого жениха, которая смотреть на нее не хотела, мужу говорит, слушай, смотри, какая она красивая, прям точно на японку похожа. То есть взятка, она меняет восприятие человека. И здесь, вот поэтому судей надо было брать, которые сонейбеца, которые ненавидят наживу, и поставь над ними, над народом, Итро посоветовал, чтобы был один судья на тысячу человек, на 100 человек должен быть еще дополнительный судья нижней инстанции, и на 50 человек должен быть их управляющий на 50 человек, и на десятку должен быть еще десятник. И если идет какой-то спор в десятке, он разруливает этот десятник. Если все нормально, то хорошо. Если они не согласны, идет выше, не согласны, идет выше, так до тысячника. Если тысячник, они тоже не согласны, значит, идет уже в высшую инстанцию к маше. Им это два раза тассе, и Итро ему продолжать. Если эту вещь ты сделаешь, значит, и всесильный тебе прикажет так сделать после моего совета, тогда ты сможешь стоять перед всем народом, и, значит, аль мекмо, яво бы шалом, и будет шалом между всеми. Это то, что посоветовал Итро Машер Абейну. Значит, очень важно, чтобы у нас был справедливый суд. Есть семь заповедей для народа мира, которые получил Ноах. То есть после потопа Всевышний дал Ноаху семь заповедей. И семи заповедей, шесть запрещающих, и одна повелевающая. И если выполнять будет мир эту заповедь, одну повелевающую заповедь, то тогда в мире будет просто рай. Вот если большинство людей одну заповедь будут выполнять, Бог всего одну им сказал. Знаете, какую? Делайте справедливый суд. Справедливый суд. Должно быть честно. Суд один для всех. Одинаковые законы. Справедливо. Если бы в мире был справедливый суд, не было бы землетрясений, не было бы войн. Если бы было все по-честному, одинаково для всех, по законам божественным, которые Бог сказал, что такое добро, что такое зло, был бы рай на земле. Не было бы войн, не было бы болезней, не было бы землетрясений, эпидемий. Ничего бы этого не было. Все это последствия того, что человечество, люди, страны, они начинают грешить, идут против Бога, нарушают, и бумерангом все возвращается в та мера, которую человек меряет, меряют ему, и та мера, которую страна меряет. То есть все, что происходит, кстати, интересно, в Устной Туре говорится, что воины приходят за несправедливый суд. И действительно, когда убийц отпускают на волю, когда насильников отпускают на волю, когда там чиновники сбивают людей, ничего им за это не бывает и так далее, то взятки, опять же, и так далее, то все это несправедливость, которая накапливается, 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 и потом все попадают под раздачу конкретно. Все, дорогие друзья, я в заслугу того, что мы учим Тору и молимся Всевышнего, мы стараемся, прям просим Всевышнего, чтобы действовать всегда честно, чтобы Всевышний дал всем нам, всем, кто друзья воикра, партнеры воикра, спонсоры воикра, ученики воикра, чтобы все мы, кто учим Тору, искренне хочет жить по божественным заповедям, чтобы Всевышний дал нам полное, полное благословение во всех хороших делах, кому надо выздоровление, и чтобы закончилась война, чтобы не умирали невинные люди, чтобы злодеи, которые захватили власть и инициировали эту войну, чтобы конкретно, знаем, про какого злодея идет речь, который инициировал эту войну, чтобы быстрее он или раскаялся, такое тоже бывает, и просто вышел бы и сказал бы, все, значит, войска расистов возвращаются в Россию, Украина пусть идет своим путем, живет своим путем, Америка живет своим путем, и нормально, Америка ни с тем не воюет, ни с Канадой она не воюет, ни с Мексикой не воюет, ни с тем она не воюет, пускай Америка своим путем, Европа своим путем, Украина своим путем, Китай своим путем, Россия своим путем. И все между другом могут дружить, как было всего лишь 5 лет назад, летали друг к другу. То есть до ковидный мир, когда уже все стремилось к глобализации, все было свободно. И вдруг сейчас вообще весь мир на грани войны. Все, давайте молиться, чтобы был мир, чтобы война закончилась прямо сегодня. Все, всем удачи и успехов, до завтра.